разверзли с треском небеса и с воем ринулись оттуда срубая головы церквям и славя красного царя на воевленные иуды есть две ремарочки кстати говоря две ремарочки диоксида серебра не бывает серебро аргентом о2 почему не бывает такого аргентом не проявляется степени костини 4 только 1 и 3 основное это аргентом 2 это скорее это называется оксид ди серебра если по ее имелся ввиду то есть когда вот используются реакции когда серебро отдает допустим вот использовался к примеру для нитрования нитрат серебра есть такой нитрат серебра он прекрасно отдает спирта спирта нитра часть также точно из оксида ну да да вот например вот нитроэтан это когда берется к примеру брометан к примеру брометан и уже при помощи аргентума аргентума добавляется к дыму нитрогруппа что получается 2h5 ну понятно понятно это уже частности и вторая ремарка что значит калия ваш то никак и с помощью калия что никак не можешь окислить магнальница 2 до 7 до 7 с плюсом потому что калия ваш это в принципе не окислитель там нечему восстанавливается не кали уже скорее всего если калия вашим применяется он применяется для обеспечения щелочной среды а как окислитель применяется либо скорее всего либо нитрат калия либо нитрит или либо калия 3 калия на 3 либо калия на 2 а азот будет восстанавливаться до плюс 2 или или до нуля магнени соответственно окисляться от плюс 4 до плюс 7 тут это открыл я учебник по физхимии сейчас покажу дураком нихера я там не понял нихера только вот это вот по практически препаративной органика и препаративной не органика вот тут но работать говорю вы слышали шла давайте давай 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 так сделаем я тебя сейчас это skype марк троян 8 8 8 или нет это телеграм ну в телеграме ты ж меня забанил и везде забанил кроме skype нет я забанил тебя только в группе только в группе я не могу войти в твой телеграм это отказывать ну не важно напиши skype с тобой созвонюсь не вопрос сейчас я напишу это самое ну слушай у меня есть идея вот такая вот ну давай идея пока пишу вы олег или денис все хочу спросить я не да алло не понял что вы олег или денис олег олег я хотел бы предложить вот такой вариант по skype где-то приблизительно через месяц может меньше даже я думаю меньше я заканчиваю свою первую работу это досвид из препаративной химии ну поле это что по-украински сказал опыт из препаративной химии и мы вместе бы его разобрали вот давай давай спишемся вот копирует копирую сейчас значит там конкретно по производству очистки и обнаружению фармацевтических средств фармацевтических средств более простые вариации определенных реакций то есть допустим когда говорим мы аналептики мода финили к примеру обожди 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 это это не очень интересно зрителям давай так это мы снова обсудим в скайпе тем более я сам запишемся вот смотри сейчас вот так действуем если вдруг проливется значит я тебя вновь не ищу поскольку ты заканчиваешь 3 вас продолжаем по skype либо сейчас или спать пойдешь я знаю я говорю что если вдруг прививаться то продолжим по skype вот а мне еще еще понравилось в твоем стриме что ты проявил довольно неплохой юридической грамотности вот немножко сменим тему да вот это мне понравилось давайте у меня кстати говоря у меня вообще три образования два выше второе выше юридическое но я вторую выше штука получат я слышал да но выше юридическая я получал для эмиграции я набрал по эмиграции максимум 25 баллов то есть для эмиграции в канаду а при этом а почему я набрал максимум потому что они тупо суммируют количество лет обучения у меня значит два высших плюс аспирантура получилось и она брал я набрал больше чем академик с одним выше и с одной аспирантуры дневной который набирает 24 с половиной в этом случае не ну вот допустим вы работали на ну это я сейчас немножко к предыдущих и потом к этому перейду вы же работали на физхимии да на свою коезду преподавателем да 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 то конечно удивительно что по физхимии ну вы единственный собеседник кого я не переговорю по химии единственный спасибо за комплимент я знаю я знаю я поэтому и ценю не так уж много украблогеров которые адекватно оценивают оппоненты вот другой марк тоже меня меня ценят да киевская хунда марк какой а ты туда киевская хунда вот посмотри мои диалоги с ним у меня тоже интересный слушай ты был этот у тебя подпишитесь попросил тебе звук настроить ну там же совсем беда да нормально у меня звук просто твой ролик да ну ролик который я тебя лайкнул кстати ролик который ты со мной тоже на пендуме век там или как-то так это то там же раз синхрон идет очень жесткий а ну в смысле асинхрон да вот это это youtube сбил а я к сожалению я да youtube сбил у меня нормально было бывает да потому что ну вроде бы знаете диалог идет нормально но что-то там оно изображение так что-то не в тему да разбаланс там есть я постфактум такое увидел ну ладно это я понял смотри по юридической части давай побеседуем а еще хотел кстати указать на вашу одну ошибку помните вы говорили по поводу изобретателей таки спираль шан-куртуа принадлежит таки шан-куртуа я перепроверил потом эту информацию а спираль спираль да да то есть был ближайший все таки не миллер а именно шан-куртуа значит я сам на лекциях неправильно подавал ну я понял да то не ну в принципе невозможно все помнить я например веду записи и зачем же работу пишу в первую очередь потому что у меня куча черновиков меня ж надо его систематизировать а потом канал можно было сделать если кому-то надо там часть там книги и саму книгу там все скину это было бы прикольно мне удобнее записывать чем все запоминать возможно это грех но у меня память мне лучше писать ну понятно давай перейдем к юридическому вопросу прошу переходим на юридическую часть давайте по химии по скайпу по скайпу да у тебя есть закладка криминального кодекса украины нет у меня рядом его нет у меня в селе есть в учим доме есть уголовный кодекс ну давайте допустим скажите есть еще погублю ну нет я тогда расскажу просто я думал чтоб ты пруф сразу имел это самое а так я уж вверху на моим словам ну можешь вот из своего интеллекта попробовать дать дефиницию термина убийство дефиницию скажите пожалуйста значение слова определение определение слово убийство ну насильственное лишение жизни человека ну да то есть позбавление жизни по вашему или лишение жизни это так сказать объективная часть состава но чтобы это считалось убийством вот подсказываю должно быть еще три условия чтобы лишение жизни считалось убийством первое условие это умышленность умышленное второе условие противоправное потому что есть правомерное есть правомерное лишение жизни это например когда исполнитель death penalty исполняет смертный приговор в тех странах в которых он есть или эвтаназию в тех странах в которых она разрешена это вот пример правомерного лишения жизни значит должно быть противоправное и должно быть виновное в ином случае это называется казус то есть вот классический пример из учебников по уголовному праву это когда два охотника легально занимаются охотой один стреляет в кабана от рога кабана рикошетит в другого и убивает это не умышленно это не умышленно это же под неосторожность и преступная халатность нет нет не спеши это казус то есть он он не подсуден а вот неосторожно это когда он мог предвидеть но не предвидел но не предвидел или опрометчиво рассчитывал на не наступление события и четвертое условие это должно быть убийство лишение жизни другого человека то есть суицид не считается убийством ну понятно это не убийство конечно а должно быть именно другого человека и так сказать животного не считается убийством а отписывается вот четыре условия должны быть ну короче у вас 115 ну короче тогда ладно я сейчас дам наводку у вас есть коллизия права в уголовном кодексе Украины в криминальном 115 и 119 статья посмотри потом обсудим в следующий раз 115 и 119 я запишу 115 и 119 а вот кстати говоря могу могу похвастаться могу похвастаться я значит вот ну основной этот понял что у меня физхимия я преподавал а у меня есть еще два образования и я в 90 юридическое еще какое и еще среди специальное лмп линейный начальник поезда это к деду моему если бы он был жив он таким занимался я я закончил желдор техникум и экстерном уже будучи доцентом в вузе ну соответственно там все так но это тоже интересно на этот следующий раз я могу рассказать сейчас смотрите у меня по образованию я объясню немножко расскажу да для того чтобы не было там недомолок по образованию по первому образованию я инженер педагог с компьютерных технологий на стрим слышал я знаю я преподавал преподавал в колледже преподавал в универе в поэнте а это полтава то значит купон но меня больше не устарел они преподали я люблю преподавать вы заметили наверно по стриму но я не люблю бумажки терпеть не могу бюрократ просто ненавижу токаря фрезеровщика я получил учеником токаря я средний специалист ну да 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 дурочка валяя разговаривали разговаривали вон так делали Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области а в 1922 году Львовская область где была? во втором ягрии опа так это не было еще ну еще пять лет прошло у нас в Совет Миномых Штатов федерализация с федерацией в Венераторе вот Совет Миномых Штатов федерации вот да да А как называют нам? Соединенные Шпатами. Это Федерация? Да. Вот. Ну, по рынок всегда писал. Монтры и путина. И с ним садом неровно, Космонёва, Жень эта ледяная синема. Ты чёрный жопа. Мне не нравится чёрный жопа. Ты чёрный жопа. Наверно зря жалел Деникин хамов. Их надо было брозгать да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храмов. Сократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько... ...в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живём хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть. И живём хорошо. ПОДПИСМЕНТЫ Их рассеют. Тяжела будет. И... Суавель. ПОДПИСМЕНТЫ Русский ГРУБ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok